Праздничные площадки целый день встречают бобруйчан. Своё 633-летие Бобруйск встретил с песнями, танцами и вкусными угощениями. Горожане не скрывают радости и с удовольствием поздравляют именинника. Поздравляю город с днём рождения, чтобы он был очень хороший, в нём было всё хорошо, никаких опасностей не было. Воспитанники и педагоги Центра доп. образования детей и молодёжи подготовили яркий музыкальный подарок и заставили прохожих задержаться и двигаться с артистами в одном ритме. Конечно же мы сегодня предлагаем это тематические детские площадки, где каждый ребёнок может попробовать себя в шахматах, шашках. Детский городок у нас есть, игры настольные, подвижные игры. Поздравляем всех, присоединяемся к поздравлениям всех горожан, всех бобруйчан, также ветеранов Великой Отечественной войны и город Бобруйск с днём рождения. Поздравляю наш город с праздником. Ему сегодня исполнилось 633 года. Он у нас самый лучший, хоть и маленький. Здесь у нас самые мирные жители. Мы всегда будем рады новым жителям. Я хочу, чтобы город жил дальше и продолжал строиться дальше. И чтобы не было никогда войны больше, и чтобы все вирусы шли. Город Бобруйск, мы любим тебя, гордимся тобой. Мы посвящаем свои песни тебе. Поздравляем Бобруйск с днём рождения. На этом сюрпризы не закончились. На площадке возле арены в небо взымыли разноцветные драконы, птицы и бабочки. Здесь прошёл фестиваль воздушных змей. В программе сегодня и укладка парашютной системы, и мастер-классы, и танцевальные флэш-мобы, и запуски воздушных змеев, и конкурс рисунков. Можно поиграть в лазертак и насладиться приятным общением. Дорогой Бобруйск, искренне от души поздравляем тебя с твоим днём, с днём рождения. Желаем ему оставаться таким же классным, таким же молодёжным, таким же самым лучшим на свете городом. Мы любим Бобруйск! Пусть люди съезжаются, чтобы посмотреть на наш родной красивый город. Всем всего благополучия, хорошей погоды, такой, как сегодня всегда, хорошего настроения. Парк культуры и отдыха развлекает посетителей весь день. Основная программа стартовала в пять вечера. Лучшие песни главным зрителям подарили творческие коллективы. Активности хватило и взрослым, и детям. Работали аттракционы, торговые палатки, интерактивные площадки. В парке разработали праздничную систему скидок. Акционные карусели помечают вот такими шариками. Их перевешивают каждые 63,3 минуты. Придётся побегать, чтобы сэкономить. Сегодня у нас двойной праздник. Сегодня два годика моему внуку. Он рос у меня здоровенький, счастливый. И нашему городу тоже процветание, спокойствие, здоровье, достатка. Хотелось бы, чтобы здесь все были счастливы и ходили по улице с улыбкой. С днём рождения, Бобруйск! Рестораны и кафе предложили особое меню с акцентом на город. В одних заведениях подают традиционные еврейские блюда. В других на первом месте белорусская кухня. Администраторы уверяют, спрос высокий. Повара едва справляются. Поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, всё-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Поэтому мы подготовили два фирменных еврейских блюда. Это форшмак и шакшука, яичница с томатами. Не забыли про блюда белорусской кухни. Такие, как холодник, например, или вареники с картофелем. И приготовили, добавили в карту нашего меню напитков. Такой напиток, как сбитень. Это старинный восточнославянский напиток, состоящий из воды, мёда и пряности. Вкусный марафон продлится до 3 июля. Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.